Здравствуйте! Я преподаватель сам лори О СУ МИН. Сегодня мы рассмотрим еще один шаг дан из произведения «Йонгнам нунгак карак», который называется «Бельдай гори». Для того, чтобы испанять шаг дан «Бельдай гори» на «Куэнгари», необходимо обязательно хорошо исполнять технику удара «Чи кэнг». Даже если быть точнее, необходимо не просто уметь исполнять технику удара «Чи кэнг», но и также еще уметь управлять большой и малой энергетесом и соусом, то есть владеть ей на высшем уровне. О структуре и порядке исполнения чангдана «Бельдай гори» мы уже говорили с вами в следующем уроке про чангу. Поэтому, если вам необходимо освежить эти знания или вы не смотрели этот материал, обязательно обратитесь к этому уроку. Двухдоний чангдан «Бельдай гори» имеет своеобразую структуру. С каждым повторением «Бельдай гори» мы постепенно увеличиваем ощущение нарастания и доходим документации, завершая чангдан кричайкой. Таким образом данный чангдан предполагает не только игру на инструменте, но и выкрикивание кричайки, что придает ему особый шар. Давайте посмотрим, как с помощью сигналов чангдана происходит переход от основного чангдана к кричайке. В нотах вы можете увидеть специальное обозначение этим знаком «ударение». В выделенных моментах энергия группа исполняется с ударением и уходим вниз. Также для осознания драматического эффекта мы отдаем внимание при внесении акцента в исполнении и применении техники чигэнь, с помощью которых постепенно увеличиваем энергию тесам и соусам. Вы исполняете основной чангдан – хорошо так его поиграете. А затем, как почувствуете усиление хуп и рост энергии, меняете чангдан на технику удара чигэнь и с ее помощью достигаете апогея игры. Вам необходимо поднять за собой атмосферу выше. При этом переходе вам нет необходимости сразу же уходить в вашу энергию тесам, вы начинаете с тиков звука и постепенно его увеличиваете, чем при виноват в исполнении больше от драматического эффекта. Когда вы чувствуете, что достигли момента самого высокого подъема, необходимо подать сигналный чангдан и перейти к кричалке. Если вы посмотрите на сигналный чангдан, то увидите, что в конце его исполнения мы снова возвращаемся в основной чангдан. Давайте сначала проговорим ип чангдан, основу чангдан, пьёльтай гори, и потом попробуем его сыграть. После этого проговорим ип чангдан с применением техники чигэнь, и конечно же проговорим момент, где применяется кричалка с сигналным чангданом. В заключении попробуй сыграть все это от начала до кричалки. Ип чангдан основной. Раз, два, три, четыре, гэн, 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 гэ return на второй плантах одного последователи раз, два, три, два smack с olhar довольноshire famous 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Субтитры создавал DimaTorzok Чангдан Пьёйдайголи исполняется бойко и очень задорно. В нем имеется часть с кричалькой, которая несет в себе смысл пожелания, добра и счастья, чем придает особый драматический настрой. Самое главное, не забывайте, что одним из ключевых составляющих правильного исполнения Чангдана Пьёйдайголи является именно особое внимание к исполнению кричальки. Ваши голос должен не перерываться естественный поток исполнения игр на инструментах Самурлори и потока их энергии, а быть в гармонии с ними. На этом все. увидимся на следующий влог, пока. Субтитры создавал DimaTorzok